всем огромный привет добро пожаловать на мой канал начинаю новый влог я тут гуляю с банситой девочки представляете сейчас пошла но у нас я говорил нас то солнышко то дожди такая разная погода вот тут лужи короче я сейчас иду гуляю с бонычем иду иду девочки извините я тут просто пройти лужи вот иду иду короче и нашла два грибочка сейчас вам покажу все надо в лес ехать за грибами все у меня тем более все запасы грибов закончу я правда пока срывала пока несу эти мне в одной руке это поводок грибочки это два подберезы и посмотрите какие классные два маленьких бансита моя бансита и ищи эти и так называем иногда бансита ищи эти грибы дождь пошел на вчера должен был сильные видимо они и выросли идем домой идем холодно холодный дождь начался бона пошли дождь идет и все равно мне не все равно пришла девочки домой поставила сушиться свои два грибочка все я теперь не успокоюсь пока не съезжу в лес надо ехать в карелию там миллион белых меня ждут миллионы кошмар в общем хотя в этом году мне кажется грибной сезон начался рано я уже знаю что в середине июля уже начали собирать грибы в общем надо ехать надо ехать девочки срочно я вообще люблю именно собирать грибы они ну то есть сам процесс мне очень нравится короче я еще тут на днях получила посылочку сайта рандеву вот заказала там снова себе хочется мне хочется мне новые ароматы хочется новиночек хочется всего попробовать я решила заказать вот такой наборчик новенький новенький наборчик я вам оставлю на него ссылку и оставлю вам промо код со скидкой 10 процентов при заказе двух с половиной тысяч он действует получается очень очень выгодно вообще сайт рандеву очень классный у него оригинальная парфюмерия и можно найти много по хорошим ценам то есть цены ниже чем где-либо в других местах особенности если вы будете применять промо код и постоянно какие-то акции там распродажа на этом сайте в общем супер в общем я получила вот такой набор значит привез меркурьер я так сейчас у меня тут все падает в общем здесь различные ароматы и я заказала набор потому что захотела попробовать такие вот здесь так вот выглядит наборчик но вы уже наверно многие зазнают я захотела попробовать один аромат называется lab fragrance хрустальный янтарь это наши российские бренд можете зайти я оставлю ссылку на набор можете зайти там есть описание каждого аромата и можно на него нажать и перейти на сам аромат в общем это российский бренд и я хотела очень попробовать но сейчас я вообще так присматриваюсь к разным новым ароматом классный аромат девочки хрустальный янтарь вот описывает я хочу этот аромат описывает его именно то как он есть то есть это что-то такое свежая хрустальная немножко цитрусово немножко какой-то зелени чуть-чуть может быть даже он найти есть такое понятие фужерные ароматы вот он наверное к ним относятся но аромат очень классный очень стойкий держится целый день реально и вот он отлично подойдет весной летом может быть начало сентября теплое время года он такой вот сложно его описать но вот название хрустальный янтарь она соответствует вот его тому как он звучит в общем аромат классный но я когда получила набор привез меня курьер очень классно запаковано в эту вот такую специальную штучку и я как раз собирала малину я думаю надо какой-нибудь на себя нанести и как раз пойду собирать малину нанесла вот этот аромат называется он афнан violet букет видите у меня уже здесь сколько нету это все можно понять потому что это это аромат который вот просто я его сейчас я его закажу ближайшее время это точно афнан я не знаю правильно я произношу или нет но вы посмотрите это первый аромат списке нанесла его пошла собирать малину стою собираю думаю какая у меня ароматная малина думаю надо листья посушить чай пить думаю какая вот прямо знаете такая ароматная такая вот прямо душистая такая малина знаете я думаю что даже почитала как сушить листья малину но оказывается это пахло не малина это пах вот этот аромат здесь сандал здесь нет малины в пирамиде здесь я так думаю что это фиалка то есть основное сандал на такой мягкий такой приятный благородный дорогой сандал знаете вот такой и что-то сладенькое что-то сладкое не фруктовая а больше наверное цветочная я так понимаю что это фиалка аромат просто это производство арабские эмираты я не была не удивлена вообще когда увидела что это арабские эмираты когда я заказывала этот набор я хотела познакомиться именно вот с этим ароматом хрустальный янтарь остальные я думаю ну я просто тоже попробую потому что я люблю всякие разные ароматы тем более вот этого пробничка хватает на самом деле надолго неделю точно можно пользоваться этим пробником чтобы понять разносить раз распробовать ароматы понять что вам нравится что вам не нравится вот и я думаю но остальные я также поношу побалуюсь может быть что-то определюсь да я безумно хочу вот этот аромат violet букет я оставлю ссылку посмотрите violet букет он там единственного нажмете по почитайте описание посмотрите цену кому интересно но это просто нечто это сандал вот я так предполагаю все-таки с фиалкой с чем-то таким сладковатым это настолько но это осенний аромат такой настолько он все я короче сплю и вижу теперь этот аромат я его чуть-чуть наношу на ночь чуть-чуть сейчас но вот у нас сейчас дожди да поэтому не так когда солнце выходит жара он такой немножко слишком становится как бы жарко он такой теплый но это восточный аромат то есть него есть какие-то но . такая восточная мне очень нравится восточный аромат и я фанат восточных ароматов все это это нечто это вот сандал с чем-то просто боже вообще я влюблена в общем хочу этот аромат как я так и знала что закажу вот этот наборчик и обязательно что-нибудь мне приглянется настолько что я буду просто спать и видеть этот аромат можно так сказать в общем теперь есть хотелка и вот этот хрустальный янтарь я тоже хочу но это больше такой наверное на теплое время года потому что он такой ну да наверное ближе к фужерным ароматом то есть он такой тоже сложно сложно описать вообще подобные ароматы сложно описывать их надо именно пробовать советую советую по заказывать вот такие наборчики для мужчин для женщин вы можете просто потестировать нанести на себя можно просто заказывать такие ароматы даже не такие наборы даже не заказываем полноразмерку но я вот два вот этих аромата они будут они будут у сто процентов вот так что супер обожаю вот эти вот боксы арома бокс и урандево мне кажется это вообще отличная идея даже просто вот такое как на подарок кому-то из любителей знаете когда вот кто-то у вас подружка например или кто-то из знакомых любителей парфюмерии и вы не знаете какие ароматы есть у этого человека можно подарить просто вот такой вот наборчик он сам выберет и потом себе что-нибудь закажет мне кажется классно я обожаю эти наборы это у меня по моему уже третий или четвертый наборчик и я думаю что я не остановлюсь в общем ссылочку я вам оставлю промокод со скидкой тоже обязательно внизу под этим видео обязательно переходите я очень советую особенно те кто хочет познакомиться с различными ароматами в том числе с нишевой парфюмерии потому что нишевую парфюмерию ну так вот свободном доступе очень сложно потестировать а здесь как раз таки это вообще вот так что новиночки у меня я думаю что скоро сниму видео новинки парфюмерии обязательно приобрету вот этот аромат он просто волшебный сейчас еще сбегала собрала горох настолько мне очень удобно вот это знаете на на этот на пояс одеваете руки свободны двумя руками собирается постоянно все справа в этой мисочке очень удобно собрала горох я его чищу и замораживаю мои не хотят уже есть ничего вот поэтому я его сейчас почищу в пакетик и заморожу и потом не за с рисом с овощами добавляю зимой получается очень вкусно тут у меня кстати мои два грибка я подберезы это не люблю замораживать потому что они такие скользкие осушенные подберезы эти прямо самое так что заготовки полным ходом а здесь я вам говорила что я хотела сделать компот из вишни но нет мой муж делает вино из вишни собрала сам все вишню и в общем тут с сахаром но он без водки сахар чем настаивает очень у него свои эти самые он делает у меня кстати много всяких настоек наливок вина и так далее сидер еще из яблок делает потом все раздает ему нравится процесс а это у меня яблочки ой господи яблочки что говорю девочки помидорчики у меня упали ой ну все все вишни вся кухня у меня вишни муж вчера вечером делал это у меня черри карамель а это обычные помидорчик у меня успевает все вишни все за ним там тоже все вишни надо мыть ладно он сегодня рату чем перельет куда-нибудь я помоем еще буду чистить горох и в этом видео я хотела вам показать по многочисленным просьбам как я делаю сама себе маникюр делая его гель лаками и я никогда не обучалась ничему вот мой так сказать предыдущий маникюр до никогда не заканчивал никакие курсы и обучалась исключительно по интернету по видео на ютубе и не только где-то что-то читала где-то что-то подсказывали мне вы вот такой вот у меня был маникюр я сейчас покажу из чего он у меня состоял скажем так здесь два цвета один такой молочно-розовый второй такой чуть потемнее я использую практически всегда гелием in garden x гель они мне очень нравится номер 151 и 152 152 это потемнее 151 это потемнее вот носила и как бы в основании наверное можно сказать ногти вот такой тоненькой кисточки я наносила лак вот такой вот тоже это гель-лак но это просто блёсточки такие я их подцепляла и распределяла можно сделать точно такой же маникюр не только гель-лаками но обычными лаками самое главное это просушивать каждый слой перед нанесением вот такими светлые блёсточки на более светлый лак и вот сюда вот да наносила и темный лак темные блёсточки на соответственно нам потемнее а сегодня я буду делать вот такой вот вот такой вот лак очень мне захотелось что-то красного такого не знаю вот длину убирать не буду хотя мне уже под надоело длина а вот такой вот у меня аппарат для спиливания вообще для маникюра да я не знаю как он правильно называется я использую основном две насадки одна вот такая но это как пилочка получается очень удобно подпиливать и вторая насадка как раз таки для снятия гель-лака снимая я его до базы у меня сейчас на ногтях такая молочная файбер база молочного цвета и поэтому я снимаю только получается цвет до самой базы но и если где-то что-то у меня отслоилось и такое у меня бывает достаточно часто то я это соответственно тоже подпиливаю вот и все полностью хорошенечко со всех ногтей снимаем и там где у меня отслойка то есть те части которые как бы отслоились я их заполняю гелем у меня такой каучуковый гель и тоже марки garden я вначале заполняю эти части выравниваю подпиливаю сверху уже наношу непосредственно базу использую сейчас молочную базу я ее как-то купила не знаю зачем она мне долго лежала я думаю ну надо ее как-то использовать вот так вот у меня получилось видите вот я как раз показываю здесь базу это у меня молочная каучуковая база точнее это просто молочная файбер база с витаминами написано вот и и как раз сейчас у меня и нанесена основа на моих ноготочках но заполнять я буду от слойки вот прозрачным каучуковым таким гель лаком можно использовать специальный есть гели укрепителя вот видите у меня сколько здесь отслоилось это я прошлый раз плохо что-то сделала но такое у меня бывает пыли конечно спиливание очень очень много но что делать дальше я буду наносить вот такое средство ну я не могу посоветовать тоже покупала в торговом центре но очень сильно пересушивает кутикулу она потом очень сухая шелушится кожа вокруг ногтей жду буквально там несколько секунд и обрабатываем то есть я не аппаратный делаю маникюр где-то что-то подрезаю что мне нужно где-то вот обрабатываю в общем потому что у меня в общем я не научилась обрабатывать кутикулу данным аппаратом постоянно себя травмирую поэтому решила решила не мучиться вот ну вот подпиливаю уже придаю скажем так форму где-то что-то убираю где-то в общем исправляю все это пилочкой и такой и обычный ручной тоже ну каждый раз по-разному как удобнее вот такой вот у меня обезжириватель и я на самом деле покупала разные мне кажется все они абсолютно одинаковы вот я нанесла там где у меня были большие пропилы прозрачные сверху молочную базу и теперь будем наносить цвет вот эти лаки ингарден они очень классные не растекаются достаточно густые но нужно тоненький тоненький слой я наношу в два слоя нужно обязательно тоненький и очень хорошо просушивать я просушиваю 60 секунд вот в такой лак лампе даже не 30 до 60 иначе они скукоживаются и получается ну такой плохой маникюр короче всегда крашу начали 4 ногтя до потом вот этот вот чтобы нигде ничего не затекало и так далее вот как раз наношу второй слой на свои ноготочки и дальше покрываю все вот таким тупом тоже от марки ингарден я не скажу что мне супер нравится потому что он со временем теле теряет блеском вот такой вот у нас получился маникюрчик на самом деле им кажется что быстро но достаточно долго всем подпиливаю я и вот такая у меня лак лампа всем снова привет я уже начинаю следующий день вчера вечером сделала маникюр вот этот вот который вам показалось посмотрю чем не там получилось заснять я делаю всегда на ночь я уже умываюсь там принимает душ и так далее и потом уже иду делать маникюр потому что мне одна из моих зрительниц как-то написала что после маникюра не нужно мочить руки в течение двух часов тогда не будет от слоек вот как-то так ну конечно я тут подкосячила я вижу свои косички и где-то не ровненько где-то что-то ну сама сама делаю и еще хорошая мысля приходит опосля надо было мне немножко убрать длину потому что я следующий раз но обычно я делаю маникюр раз в две недели в среднем до получается это у меня отслоилась где-то у меня сломалась где-то у меня там я не знаю ну что-то где-то у меня произошло поэтому примерно раз в две недели плюс у меня отрастает достаточно быстро ногти они у меня крепкие от природы сами по себе то есть они не тоненькие всю жизнь у меня такие были и всю жизнь даже когда красила обычным лаком я ходила с длинными ногтями очень часто потом но единственное что у меня бывает я хожу хожу с длинными ногтями потом не едает я их обрезаю опять отращиваю ну в общем как всегда да это когда прямые волосы хочется кудрявые когда кудрявые хочется прямые ну и и вот как бы я такая же как все девочки ночью мне захотелось вот такой цвет яркий немножко криво криво этот у меня конечно вот я не профессионал еще раз повторюсь да я не ну как бы вот нигде никогда не училась и делаю как делаю я еще вот что хотела вам сказать да по поводу всех ссылок не знаю сказал я видео ли не сказал ночью не могу оставить ссылки потому что на те аппараты которые я заказывал для маникюра их уже нет и лаки я в основном я один раз только заказала на вальберис вот этот лак ингарден мне хочется смотреть потому что иногда знаете бывает вот у меня по крайней мере так и бывает мне хочется красный но не просто красный а какой-нибудь особенный красный оттенок лака ну вы понимаете да чем я говорю поэтому я чаще покупаю вот езжу в торговый центр и в торговом центре там есть маленький такой магазинчик ларечек как я это называю и такой островочек да и там продают лаки можно посмотреть можно открыть ну в общем как-то так ну на вальберис это думаю тоже на вальберис не дороже чем в магазине по поводу вальберис сейчас я ездила быстренько в наш местный магазин там просто хлеб булку молоко купила ничего интересного вот и зашла в аптеку купила вот это средство я могу не раз показываю девочки я каждый из вас от всей души советую не важно сколько вам лет не жалейте денег вот на это средство вы забудете что такое ежедневные салфетки я назову это так вы забудете вообще дискомфорт и вообще какие-либо проблемы в этой области с использованием вот этого средства это повторяю ну то есть все мои подписчицы тоже вот кто пользовался тоже мне писали что средства просто огонь мне советовал это мой гинеколог и даже снимает раздражение после эпиляции депиляции и так далее в общем единственное что на него естественно поднялась цена это производство по моему италия девочки испания произведено в испании очень жаль если у нас в россии не будет данного средства я прям буду расстраиваться очень сильно но надеюсь что будет какая-то замена его если что производитель испания называется вот так эпиген интим это гель для ежедневной гигиены значит на вальбересе он стоит 1600 с копейками есть за 1800 есть даже за 2000 на зон я видела минимальную цену 1800 да так 2000 в аптеке я купила за 1456 рублей я даже запомнила вот посмотрите не заказывайте на вальберес посмотрите у себя в аптеках бывает же в некоторых аптеках длине и скидок например у нас в аптеке по средам или по вторникам по вторникам по моему там скидка на все там не знаю десять процентов там ли сколько-то процентов да поэтому посмотрите бывает вот это средство не все не во всех аптеках есть но посмотрите в аптеках подешевле немножечко разница 200 рублей но все же раньше я покупала вообще в районе 1100 рублей 1090 1080 1110 хватает лично мне при ежедневном использовании утром и вечером на вот перед этим я покупала где-то перед новым годом или после нового года то есть на полгода мы не хватает вот этого средства даже не нужно до конца нажимать на дозатор вот этот вот чтобы использовать один раз средство просто огонь есть еще спрей который можно использовать например после бассейна при дискомфорте спрей не внутрь ну как бы снаружи да вы поняли хотя там есть насадка для того чтобы внутрь вот но внутрь наверное без консультации с врачом не стоит очень средства огонь я показываю не первый раз меня обвиняют в том что я это рекламирую на получается что я рекламирую только безвозмездно какие-то называем бесплатно совершенно рекламирую потому что классное средство очень особенности мне кажется женщинам период климакса да когда какие-то могут быть сухости там раздражение так далее вот это вообще огонь девочки просто огонь на основе экстракта корня солодки голый просто всем советовать всей души вот я купила себе еще одно средство даже если она стоила сейчас 2000 я бы его все равно купила потому что лучше просто не придумаешь вот мне как-то писали что там хозяйственным мылом и так далее и что лучше хозяйственного мыла средства нет ну кому как я хозяйственного мыла нет не использую вообще мыло не использую потому что ну я вижу разницу ешь так подробности подать не буду но разницу я вижу вот и мой врач кстати тоже так вот в общем маникюр показала прорекламировала снова все показала вам надеюсь что вам понравилось такое видео надеюсь что я ответила на вопрос по поводу ногтей и по поводу рук в принципе да я ковыряюсь в огороде он сейчас вам покажу ковыряюсь в огороде и делаю домашние дела и так далее руки у меня в хорошем состоянии но вообще у меня кутикула сама по себе она достаточно такая тоненькая то есть я почему вот фрезой не делаю потому что постоянно травмирую у меня постоянно течет кровь вот здесь вот вот средства для рук обязательно используйте крема для рук на ночь я всегда ношу каждый день вот прежде чем заснуть я наношу крем на ночь мне очень нравится вот этот вот лосьон я его использую в том числе как крем для рук вообще вот эта марка прикольная это марка я так и не поняла написано германия на упаковке было написано польша в общем неважно мне кажется это германия все-таки производят вот эту марку ну неважно в принципе какое сейчас также я для рук использую вот это вот бора плюс мне кстати он очень нравится вот а когда у меня руки вот как сейчас вот порезаны всякие там после того как я собираю малину или еще что-нибудь я использую вот такие вот крем для это как бипонтен да то же самое его аналог вот такой вот у меня кремушек то есть для поврежденной сухой кожи рано заживляющее средство вот такое вот сфокусируйся не видно вот видите неважно я в аптеке захожу в аптеку и спрашиваю у вас есть бипонтен или какие-нибудь его аналоги вот и вот мне последний раз дали вот такое средство я его наношу и я его наношу в том числе на кутикулам сейчас хочу показать как я делаю я наношу вот таким толстым слоем вот так вот на кутикулу особенно после того как я сделала маникюр и как бы распределяют оставляю как масочку вот так вот впитывается у меня и получается все вот эти вот ранки сухости на кутикулы они заживают то есть вот таким образом я как бы ну распределяю как типа маску делаю до даю там минут десять впитаться в это время так книжку например читаю и потом уже распределяю там по всем ручкам вот так вот я делаю когда совсем сухая кутикулу вот ну и постоянно крема для рук плюс масло для кутикулы масло для кутикулы мне нужно заказать новенько у меня сейчас вот такой от faberlic она мне лежит на самом деле уже очень давно она вообще не помогает то есть она вообще ничего не делает и она еще ужасно пахнет мне не понравилось этот faberlic двухфазное не важно какое масло двухфазное однофазное какой-нибудь маслица тоже для кутикулы и сухие сухое масло наносите распределяется и и все вот и все вот и весь уход главное ежедневно не важно какой у вас крем-то рук бархатные ручки тоже там или какой-нибудь вообще не важно какой крем главное наносить его каждый день я наношу всегда на ночь прям таким толстым плотным слоем и все ложусь спать читаю книжку и все давайте поближе покажу средства все которые я вам показала вот этот вот хотела еще знаете пару слов сказать поверьте если бы вашему мужчине сказали мазать кремом за 10000 рублей поверьте он бы мазал поэтому прежде чем пожалеть на себя задумайтесь об этом девочки так бора плюс всем известный мне нравится я покупала две упаковки вот у меня последний осталось надо быть кстати мне то что им для рук купить вот этот вот но это вообще лосьон для тела мне он очень нравится в том числе наношу его на руки и вот крема шаг который это аналог бипонтена любой видите крем до потолу и 6 процентов в общем не буду коверкать язык вот такой для поврежденной сухой кожи плюс антисептик то есть но ранки какие-то маленькие можно им и плюс ну короче не важно какой любой аналог бипонтена потому что бипонтен он вообще сейчас под 1000 рублей большой чубик стоит так что вот такие но это российский да по моему аналог да вот изготовитель московская область вот так что любой вот такой вот крем рано заживляющий наносите и суп вот все я надеюсь по поводу рук я ответила на все вопросы если кому-то не нравится мой маникюр и я знаю что есть зрительница который мне нравится длинные ногти там вообще считаю что мне ужасно маникюр ну как бы что делать мне нравится самое главное в общем на сегодня уже буду своим прощаться я надеюсь что вам понравилось такое видео оно было для вас полезным и интересным не забывайте подписываться на мой канал всех люблю и целую до новых встреч